Мы будем изучать вращательное движение. Реализовать вращательное движение проще всего, проще всего, используя вот детскую игрушку, которая называется волчок, а научное название, техническое название, гироскоп. Массивный диск, который насажен на ось. Вот я двумя пальцами закручиваю этот волчок, и он крутится, не падая. Причем это вращение, это движение является устойчивым. Что значит устойчивым? Какие-то внешние малые воздействия, толчки, сотрясения и так далее, не изменяют, не нарушают вращение этого маятника. Итак, закручиваю, крутится, я могу даже подбрасывать, он снова возвращается на эту плоскость и продолжает движение. Это движение маятника устойчиво. В механике доказано, что у всякого твердого тела есть три главных оси вращения. Вот здесь у гироскопа мы наблюдаем вращение вокруг его оси симметрии. Вот этот параллелепипед также может быть закручен вокруг трех осей. Это оси, которые проходят через центры противоположных граней. Каждая грань прямоугольник, да, и у каждого прямоугольника есть центр. Вот можно вот так вот закрутить, вот он крутится. Можно вокруг другого закрутить, тоже будет крутиться. Но вращение вокруг каждой из этих трех осей принципиально различается. Ну вот у меня нет возможности вот так вот закрутить, да, потому что здесь все-таки малая скорость вращения. Смотрите, что я буду делать. Итак, вот это вот для ориентира я покрасил их в разные цвета. Вот красная грань сверху и запускаю. Так, кто будет ловить? Запускаю. Обратите внимание, что сейчас при вращении вот эта красная грань все время будет сверху. Внимание. Так, еще повторяю. Вот сейчас другой объект. Вот тоже параллелепипед. Верхний угрянь я отметил двумя черными точками. Сейчас этот параллелепипед полетит. И тоже постоянно две точки будут сверху. Видно линия, что сохраняется ось вращения. Теперь я возьму другой параллелепипед и закручу его вокруг другой оси. Сейчас мы его закручивали вокруг какой оси? Вокруг. Тут оси есть, а ребра есть длинная, короткая и средняя. Там мы закручивали вокруг какого ребра? Длинного. Вокруг длинного? Короткого. Вокруг короткого, потому что самая большая грань была сверху. Теперь я закручу этот параллелепипед вокруг самой длинной оси. То есть вокруг самого длинного ребра. Вот так вертикально. И тоже закручу. И сейчас он тоже будет вращаясь, продвигаясь, сохранять направление оси. А теперь попробуем закручить параллелепипед вокруг средней оси. Значит, вот короткий, вы видите, да? Значит, если так, то это вокруг какой оси? Длинная, короткая, средняя? Самая короткая оси. Если вот так, то самая длинная. А если вот так, то средняя. Так, попробую закрутить этот параллелепипед вокруг средней оси. Смотрите, что будет происходить. Так, еще раз, чтобы провести эксперимент. Вот вокруг средней оси. Сохраняю эти грани положения в пространстве? Нет. Нет. Происходит движение, которое называется кувыркание. Кувыркание. Почему же происходит? Что мы наблюдаем? Вращение вокруг короткой оси устойчиво. Вращение вокруг длинная оси устойчиво. А вращение вокруг средняя оси неустойчиво. Происходит кувыркание.